Губернатор Олег Кожемяка посетил читки пьес участников проекта «Молодые драматурги Приморья». Ты ведь, как я понимаю, танцевать не стремился? Нет. И ты не профессиональный футболист, например? Нет. И в чемпионат по фигурному катанию не участвовал. В палату заходит медсестра. Аркадий Иванович, все уже в автобусе, ждут только вас. Уже бегу. Ну, клоун подает руку Ваську. Все у тебя будет хорошо. Я знаю. Клоун быстро уходит, занавес. Спасибо. Ключевая цель проекта – это поиск и обучение талантливых авторов для создания материала школьным и профессиональным театрам, а также патриотическое воспитание молодежи и создание литературных произведений для поддержки военнослужащих участников СВО. Ваши труды – это вклад в победу. Вы все вместе, те, кто трудились здесь, те, кто писал эту пьесу, те, кто играл – это ваш маленький вклад в общую победу. Он, безусловно, будет помогать людям бороться с теми испытаниями, которые выпали на их душу. Участниками проекта стали 50 человек в возрасте до 35 лет. Все они прошли бесплатное обучение на очных лекциях по темам, что такое драматургия, что из себя представляет теория драмы, как правильно работать над пьесой, что такое театральная читка. Аккуратором выступил актер Приморского драматического театра молодежи, директор Центра культурно-творческого объединения «Особенные люди» Игорь Смирнов. Я всегда за любое творчество. И когда есть возможность творить при поддержке, Олег Николаевич, вам огромное спасибо, что даете нам такую возможность творить. И когда Министерство культуры и архивного дела, когда поддерживают и дают нам эту возможность, я сразу согласился, когда мне предложили. Как уточнили в правительстве региона, в настоящее время Центр содействия развитию молодежи края готовит заявку на конкурс грантов президента для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Планируется, что благодаря софинансированию с федерального бюджета проект «Молодые драматурги Приморья» придет во все муниципалитеты края, субъекты Дальнего Востока, а также в города Калининград, Новосибирск, Тулу, Санкт-Петербург и Белгород. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.